Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, я автор сайта по английскому языку Langformula.ru и сегодня я поделюсь с вами несколькими советами о том, как учить разговорные выражения в английском языке. Разговорные выражения — это всякие штампы из нескольких слов, которыми мы пользуемся, даже не задумываясь о том, как они строятся. Приветствия, прощания, всякие присказки — всё это разговорные выражения. Научиться их понимать не так уж и трудно, куда труднее научиться их использовать в речи. И если вы хотите не только понимать, но и использовать разговорные выражения, вам помогут эти несколько советов. Совет номер один. Найдите примеры с этими выражениями. Выражения обычно учат, либо найдя их в каких-то подборках, готовых списках, либо выписывая, когда смотрят фильмы на английском, когда что-нибудь читают, ну или подслушав в разговоре. В любом случае, чтобы лучше понять эти выражения, знать, как они используются, найдите примеры. Примеры можно найти двух видов. Это, во-первых, примеры из словарей, во-вторых, примеры из реальных видео и текстов на английском языке. Словари удобны тем, что дают понятное определение. Например, То есть, наоборот. Во многих словарях есть примеры. Примеры из словарей удобны тем, что дают краткий, но при этом достаточно информативный контекст. Например, Ты кладёшь вилку справа, а нож слева. А должны быть они наоборот. Недостаток словарей в том, что в них можно найти отдельные слова, фразовые глаголы, зачастую идиомы, но многие разговорные шаблоны в них не используются. Например, такие фразы, даже простейшие, как Have a good day или What's up, они могут не встретиться в словаре, потому что словари немножко не об этом. Я обычно пользуюсь словарями Cambridge Dictionary, Merriam Webster. Обратите внимание, я рекомендую только словари англоязычные, не англо-русские, русско-английские. Также ещё иногда использую Urban Dictionary, это словарь английского сленга и идиом. Примеры можно также найти в реальных видео и текстах на английском языке. Плюс в том, что эти примеры будут взяты из живого контекста, из настоящей речи, а не из каких-то выдуманных предложений, в этом же кроется и недостаток, потому что живой контекст иногда бывает каким-нибудь либо суперсложным, либо просто недостаточно информативным. Но в принципе это не беда, если хорошо поискать, можно найти пример получше. Как именно искать такие примеры? Ну, можно просто забить в поиск и посмотреть, что нам скажет Google. Если это не поможет, тогда есть специальные сервисы. Youglish.com это поиск слов видео. То есть вы пишете слова, а программа выдаёт отрывки видео с этими словами. Очень удобная штука. Если вам нужен текст с примером, я рекомендую Ludwig Guru. Ludwig Guru это поиск слов в тексте, это такой лингвистический поисковик. Вы пишете слова, а программа выдаёт тексты, в которых эти слова используются. Ещё хороший сайт, которым я часто пользуюсь, это Reverso Context. Помогает найти перевод в контексте. Наберите выражение на английском, увидите несколько примеров из текстов. Плюс перевод не автоматический, а настоящий. Программа ищет по проиндексированным двуязычным текстам, поэтому перевод будет нормальный. Это удобно, если вы ищете русский эквивалент какому-нибудь английскому выражению. Или наоборот, английский эквивалент русскому выражению. Обычно бывает несколько эквивалентов для одного выражения. Придумайте примеры с этим выражением. Это поможет лучше понять, как оно используется, и лучше его запомнить. Например, вы учите выражение, what's the catch? В чём подвох? Придумайте парочку примеров. Например, this TV is so cheap, but what's the catch? Этот телевизор такой дешёвый, но в чём подвох? The deal is very good, but what's the catch? Сделка очень хорошая, но в чём подвох? Если это возможно, то сделайте примеры в разных временах, в настоящем, прошедшем, в разных формах, в отрицательной, в опросительной. В общем, крутите их, вертите по-разному. Например, возьмём выражение to give up smoking – бросать курить. Можно сделать такие примеры. I gave up smoking five years ago – я бросил курить пять лет назад. Пример в прошедшем времени. How did you give up smoking? Как вы бросили курить? Пример в вопросительной форме. Ну или другой пример. To go to extremes – доходить до крайностей. I went to extremes to achieve my goals. Я дошёл до крайностей, чтобы достичь своих целей. When I gave up smoking, I went to the other extreme, started eating too much sweets. Когда я бросил курить, я дошёл до другой крайности. Начал есть слишком много сладкого. Замечайте и заполняйте пробелы. Часто мы понимаем, что нам нужно выучить какое-то выражение, только когда сталкиваемся с ситуацией, когда нам его не хватает. Мы хотим выразить какую-то мысль, и у нас пустота. Мы понимаем, что здесь должно быть какое-то выражение, но мы его не знаем. Поэтому, когда говорите по-английски, обращайте внимание, где у вас какие пробелы, и потом старайтесь их заполнить. Например, представим такую ситуацию. Ваш знакомый говорит вам, что вот у нас на работе, ну по-английски говорит, вот у нас на работе скоро освободится какая-то вакансия, на которую ты, наверное, хорошо подойдёшь. А вы говорите, ну хотите сказать здорово, а ты не мог бы замолвить за меня словечко. И тут понимаете, что не знаете, как сказать замолвить за меня словечко. Ну, конечно, можно выкрутиться и подобрать какой-нибудь синоним. Например, говорите, great, can you recommend me? Здорово, ты можешь меня порекомендовать? Но вообще, по сути, порекомендовать и замолвить словечко, это не прям на 100% одно и то же. В данном случае подойдёт, но вы сделали себе заметочку в памяти, что нужно, у вас есть пробел, и нужно его восполнить. Потом вы идёте в тот же reverse context, ищите там замолвить словечко, находите эквивалент. Этот эквивалент put in a word for me. Can you put in a word for me? Ты не мог бы за меня замолвить словечко? Поздравляю, вы нашли пробел и успешно его заполнили. Используйте выражения в речи. Самое главное, используйте эти выражения в речи, особенно если вы хотите не только понимать, но и говорить. В принципе, во многих случаях можно обходиться без всяких разговорных выражений, подбирая синонимы или выкручиваясь каким-нибудь другим способом. Вот я уже приводил пример в пример предложения, где используется выражение the other way around. Наоборот. Ты кладёшь вилку справа, а нож слева. А должны быть они наоборот. Но если вы не знаете это выражение, то можно выкрутиться так. You put the fork on the right and the knife on the left. The fork should be on the left and the knife should be on the right. Значение получилось то же самое. Вы передали тот же смысл, просто получилось намного длиннее и сложнее. Если вы хотите, чтобы ваша речь была легче, естественнее, пользуйтесь разговорными выражениями. Хочу только предупредить, не стоит злоупотреблять очень образными выражениями, такие как идиомы с разными метафорами или пословицы, поговорки. Идиомы – это специи языка. Если сыпать их слишком обильно, можно очень здорово переперчить, и речь получится совсем неестественной. Как и в русском языке, яркие, образные выражения хороши, когда они используются в меру. Представьте, что иностранец вам говорит по-русски. Я громко кричал водителю автобуса, чтобы он подождал, но он сделал вид, что не заметил, и уехал. Я не смог уехать. Ну, в принципе, звучит нормально. А теперь представьте, всё то же самое, но пересыпанное идиомами. Я кричал во всю Ивановскую водителю автобуса, чтобы он попридержал коней, но он прикинулся ветошью, сделал ноги, и был таков. Я остался несолонохлебавший. В принципе, понятно, но звучит как-то не очень. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, не забудьте поставить лайк, и не забудьте подписаться на мой канал, потому что выйдет ещё много интересного. И до встречи в следующий раз.